Друзья, приветствую, с вами Станислав. На связи магазин Гироскутер Шоп. На дворе уже, конечно, зима, прохладно на улице снимать, поэтому мы решили сейчас с вами познакомиться с новой моделью и распаковать новый самокат от завода Ультрон. Называется модель X3. Мы долго вели совместную разработку данного самоката вместе с заводом, давали обратную связь, исходя из пожеланий наших клиентов. И, соответственно, сейчас мы посмотрим, живую сами наглядно посмотрим, что из этого получилось. Давайте, поехали. Итак, друзья, упаковка осталась стандартной, если вы обратите внимание, со всеми логотипами Ультрон. Такая серая коробка, стандартная, ничего нового. Мы сейчас с вами откроем ее, достанем оттуда самокат, посмотрим, что там внутри. Упакован он достаточно хорошо, стандартный плотный поролон, в том числе по бокам, то есть при транспортировке каких-либо самокатов Ультрона в другие регионы, в другие города, то есть самокат проведет в целости и сохранности. Ну что, давайте достанем самокат из коробки и уже посмотрим, что за зверь у нас тут скрывается и какая комплектация. Мы собрали Ультрон Икс 3. Скажите, пожалуйста, сразу в комментариях, на что он похож. Сугубо по своему мнению скажу, что это очень крутой формат и аналог, наверное, с чем-то схож визуально по многим, по крайней мере, параметрам. По моему мнению, это на электросамокаты серии Дуалтрон, Дуалтрон 3, Дуалтрон Ультра и, наверное, чем-то даже Дуалтрон Тандра. То есть, конечно, по техническим параметрам мы посмотрим, но визуально очень похоже. Поэтому, друзья, давайте знакомиться, давайте смотреть повнимательно. Данный самокат у нас сейчас первый в России, таких самокатов нигде нет и нигде сейчас не найдете. То есть, поэтому самокат, не побоюсь этого слова, на момент съемок единственный экземпляр в России. Поэтому, кому интересно, ссылочка внизу с ценой и с условиями покупки внизу в описании. Приезжайте на тест-драйв, приезжайте визуально посмотреть, пощупать и, соответственно, знакомиться с новым самокатом. Ну что, давайте поехали. Итак, как мы с вами видим визуально, я уже посмотрел, моторы у нас с вами идут по 3000 ватт. В принципе, те же самые моторы, которые ставятся на таких самокатах, как ультрон Т-108, 118, 128. То есть, 3 киловатта каждый мотор. Моторы, по заявлению производителя, также идут 6-сантиметровые. Контроллеры у нас идут с вами синусные, 45-ые. Аккумулятор у нас стоит здесь такой же формат, как и был на 108. То есть, я имею в виду ячейки 18650, но емкость здесь идет 32 Ач. Емкость Ач непосредственно исходя только из-за габаритов, по заявлению производителя, из-за того, что габариты деки не позволили поставить больше. Ну, мы в любом случае вскроем, внутри посмотрим нутрянку, позволяет ли там, да, оснастить, скажем так, и увеличить емкость. Ну, и, конечно, с вами поделимся это дальнейшим в этом же видео, да. По заявлению производителя, максимальная скорость данного самоката. Самокат у нас остался также 60-вольтовый. То есть, некоторые клиенты думают, что 72 вольта. Нет, это 60-вольтовый самокат. Повторюсь, аккумуляторы те же ячейки 18650, старые, добрые, проверенные, надежные, потому что 18650, они живут, скажем так, максимально долго, да, то есть в этом плане. Что касаемо поза заявления производителя, вернусь по характеристикам. Максимальный пробег на данном самокате где-то 70-80 километров на одной зарядке. Но, опять же, как ты говорил в предыдущих видео, много факторов влияет на эти характеристики. Это вес райдера, манера езды и местность, по которой вы катаетесь, конечно, и погодные условия в том числе. Потому что за окном сейчас, вы знаете, минусовая погода, а литий-ион нажимается при таких погодных условиях. И проверок, соответственно, конечно, меньше. Максимальная скорость по заявлению производителя 80-90 километров разгоняется. Здесь стоит гидравлическая система торможения, с регулировкой здесь все у нас с вами стоит. То есть это уже обновленный немножко гидравлик стоит. Как она работает, конечно же, мы постараемся снять отдельное видео, если получится и в этом видео. Просто за окном сейчас гололит и максимальную скорость, не знаю, у нас получится ли в этом видео отснять и вам с вами поделиться. Но в любом случае, если не в этом видео, то в следующем видео мы постараемся с вами этой информацией, конечно же, поделиться. Касаемо подвески, что спереди, что сзади, я обратил внимание, стоит подвеска EXO. То есть данная подвеска, конечно, она заслуживает отдельного внимания. Попробую сейчас даже встать. Ну, честно, смотрите, да, то есть если мы с вами говорим о мини-моторсе, да, то есть мини-моторс, вы помните, друзья, что эластомерная подвеска идет, да, то есть она такая достаточно жесткая. Если в прохладном промежутке времени она твердеет, становится еще жестче, то здесь у нас с вами она достаточно мягкая такая. И причем не могу сказать, что это какой-то, знаете, мягкий с точки зрения пробивной. То есть, например, как на тех же самых 128-х ультронах, либо каких-то других модификациях ультрон. С вами фиксатор складной механизм, как я вам сказал, что здесь стоит широкий достаточно, в отличие от тех же самых мини-моторс, которые стоят кратыши. Хотя в обновленных они вроде стали там пошире делать, но вот здесь такая широкая. И, соответственно, визуально, по крайней мере, складывается впечатление, что какой-либо люфт на данном складном механизме фиксирующем, да, он, скорее всего, будет отсутствовать, либо он будет минимальным. Безусловно, конечно, потестируем, посмотрим. Вот, как понимаю, взял концепцию такую, чтобы лучше учиться на чужих ошибках, нежели на своих. Поэтому здесь они молодцы в стоке, соответственно, уже предусмотрели этот момент и уже поставили широкий формат чаши, фиксирующий складного механизма. Руль по высоте стоит стандартный, в принципе, он подходит под большую универсальную ростовку, да, то есть, в принципе, мне со своим ростом 178 сантиметров. Стану достаточно, вот так, хоть под изгибом, ездить, ну, держаться комфортно. То есть, я думаю, что проблему у людей, которые захотят приобрести данный самокат со средним ростом, либо чуть-чуть даже повыше, проблему составит и будет ездить достаточно комфортно. Сразу что, так же, глаза бросаются, конечно же, если мы, опять же, возвращаемся к сравнению с мини-моторсом, потому что, мое мнение, повторюсь, сложилось то, что с чем-то он схож, с некоторыми моделями. В стоке у нас с вами идут достаточно неплохие фары, фары Arctic, они бывают разные, то есть, они стоят 3.1, да, то есть, по модификации круглого формата, да, то есть, сейчас я вам подкачу формат, например, 28-й, стоят, соответственно, квадратные, если вы обратите внимание. То есть, в принципе, при желании можно поставить любые фары, то есть, такие, как на 128-м квадратные, либо круглые, которые стоят по мне, конечно же. Опять же, здесь на вкус и цвет, в стилистике X3 ультрона круглые смотрятся более интересно и более гармонично с дизайном данного самоката. Ну, а что думаете вы, оставьте, пожалуйста, комментарий. Также здесь у нас с вами идет уже гудок, гудок идет стандартного решения, как на всех модификациях, в принципе, ультрона старших собратьев, скажем так, да, все это дело крепится на планке, планка установлена в самому здесь рычаговой системе, то есть, в принципе, достаточно хорошо. Что касаемо дизайна, опять же, если говорить, да, то есть, классно, что компания Ультрон уже реализовала по умолчанию также опору для ноги, в принципе, на всех самокатах младших и старших братьев тоже самое они имеются, но здесь немножко дизайн он отличается, вот у каких-либо модификаций ультрона, если вы визуально обратите внимание, то есть такая вот прошкуренная, здесь надпись ультрон, ну, наша шкурка здесь ультрон и, конечно, здесь прям такая вставка хорошая, красивый ультрон. Мне, кстати, визуально почему-то складывается впечатление, потому что я, честно, пока не знаю, где находятся контроллеры, но учитывая, что вот такая здесь система стоит широкая, как будто бы все-таки контроллеры находятся здесь и как бы, мне интересно, даже не находились бы они там без, может быть, даже без кейса, да, потому что сейчас почему-то многие производители стали модным собирать контроллеры непосредственно без короба, да, но, безусловно, мы в этом видео вскроем данный самокат, посмотрим, это, безусловно, пока мои домыслы, да, поэтому повторюсь, что данный самокат я ранее вживую не щупал, не видел, поэтому, конечно же, вскроем и посмотрим. Логотип данных самокатов также еще здесь повторяется на самом заднем крыле ультрон, если мы с вами акцентируем внимание на крылья, то давайте посмотрим на крылья самих самого самоката. Крылья достаточно такие стильные, с пластика, гнущиеся, то есть достаточно упругие, то есть не будет такого, если вы там где-то ударили, что он вас лопнул, плюс стоят дополнительно флажки, вкладыши, флажки, то как называют, да, то есть дополнительное усиление, то есть чтобы у вас он не болтался. Крыло достаточно, если так визуально посмотреть под контру, закрывает полностью колесо, но, конечно же, посмотрим, что будет. Грязные погодные условия, сейчас я достану комплект. Кстати, друзья, многие, наверное, сейчас обратили внимание, что нет сидения, скажу так, что сидение идет в комплекте, в комплекте идет такое же сидение, как идет на старших братьях, ну, в принципе, на всех самокатах ультрон, 180-28. В комплекте как шло, так и идет брызговик, то есть вдруг, если все-таки на этом самокате у нас с вами крыло будет что-то закидывать, то есть можно установить спокойно брызговичок, который в комплекте и тем самым закрыть этот вопрос. Стандартно идет мануал, мануал у нас с вами идет к самокату, стандартное решение. В комплекте также идут у нас с вами 4 болта, сидение стандартное, то есть идет пластина металлическая, вот эти болты мы с вами раскручиваем, ставим платформу, с помощью вот этих длинных болтов мы закрепляем эту платформу, ну и стандартно вставляем само сидение и уже катаемся сидя, то есть в комплекте сидение уже идет. Также в комплекте идет у нас с вами зарядное устройство на 67,2 вольта, 2-амперное, стоковое, без кулера. Такое зарядное устройство, стандартное. Что касаемо гнезда для зарядных устройств, у нас здесь с вами идут 2 гнезда, вот здесь у нас находится, то есть можно заряжать с помощью двух зарядных устройств, поэтому, друзья, можете, покупая любой самокат Ультрон, можете докупить второе зарядное устройство, также оригинальное, и заряжать с помощью двух зарядок намного быстрее. Также при желании можно докупить быструю зарядку, но я сразу всем рекомендую, что быструю зарядку можно эксплуатировать максимально 5-амперной зарядкой, больше емкости не нужно, потому что для аккумулятора большие подачи тока, они, конечно, не очень хорошо, то есть срок службы аккумулятора тогда будет меньше, это нужно учитывать всегда. Так, давайте с вами, хочу дополнительно сказать о освещении, если мы его видим с вами, дополнительно у нас с вами стоит подсветка, LED-подсветка, она утопленная такая, достаточно защищенная, дек немножко выпирает, тем самым, соответственно, повредить это стеклышко невозможно. Несколько цветов у нас с вами, да, идет, ну такая гирлянда, надеюсь, что на завод сообщим о том, что цвет был однотонный, хотелось бы, по крайней мере, надеюсь, на этот завод отреагирует. Стоп-сигнал у нас, обратите внимание, такой мерцающий, яркий, интересный, ну а габариты у нас горят в таком формате. Вот так у нас с вами светят фары, да, то есть фары мы настраиваем с вами, как они, чтобы светили с очертанием, да, то есть вот так вот, достаточно ярко. Что касаемо габарита, вы тоже видите, достаточно очень ярко, габариты у нас с вами повторяются здесь, лампочки, формат по дизайну схож с Dualtron, нажимаем стоп-сигнал, тоже достаточно яркий, и если включаем с вами поворотники, да, то есть, например, вот такая бегущая дорожка, да, то есть свет отключили, вот такая. Так что в темное время, я думаю, что достаточно будет видно, поэтому дополнительный лайк. Итак, друзья, что касаемо оптики, мы с вами поговорили, поговорим с вами, давайте, о рулевой части, что здесь у нас с вами находится, система управления, кстати, также мне что бросилось в глаза, это дополнительно немножко изменилась оплетка, да, давайте посмотрим с вами, то есть визуально видно, да, что оплетка изменилась, она, скажем так, попытались компанию Ultron реализовать в стиле того же самого мини-мотроса, да, то есть более такая качественная, потому что под этой же плеткой, да, то есть оплеткой находится у нас с вами предыдущий формат оплетки, да, то есть они сверху наложили, ну, визуально, по крайней мере, немножко смотрится по мне симпатичнее, нежели была в старом формате, да, то есть если мы с вами обратим внимание, сейчас я подкачу самокат, то же самое Ultron T108, если вы обратите внимание, тоже версия 3.1 Ultron, самая последняя модификация, также Arctic стоит только округленный, как и вот на самокате Ultron X3, и здесь мы видим с вами оплетку предыдущих модификаций, скажем так, уже предыдущей модификации, да, она стоит в таком формате, да, то есть тут, соответственно, на сверху, получается, они наложили вот такую оплетку, и получилась, скажем так, двойная оплетка. Что касаемо дальше у нас, руль у нас с вами последней модификации, как на всех, в принципе, последних версиях самокатов Ultron, это с защелкой, складной удобный руль, что касаемо, кстати, ростовки самого руля, некоторые клиенты говорят, что слишком он длинный получился, да, ну, здесь, на самом деле, на вкус и цвет, вот, складывается у нас достаточно удобно, да, то есть, в принципе, руль очень удобный. Ну что, друзья, вернемся к рулевой части, посмотрим с вами, что здесь идет у нас установлено непосредственно. Итак, начинаем с левой стороны направо, да, то есть грипп состоит стандартного типа, такие же, которые стоят на последних модификациях всей линейки самокатов Ultron, также на левой стороне у нас стоит блок управления светом, тумблер включения света, да, то есть, это у нас отключение-включение стандартного типа, чуть ниже у нас стоит, появилась уже система тумблера переключения поворотников, то есть, в данной модели у нас появился поворотник, сейчас обратите ваше внимание, включая вольтметр, поворотник не срабатывает. Нам нужно, соответственно, включить с вами бортовой компьютер, после чего мы, обратите внимание, задний стоп-сигнал, он же габаритный, мигающий, тут, соответственно, у нас срабатывает уже бегущая дорожка-поворотник, то есть, направо, налево, все работает, поворотники. А ниже у нас электронный сигнал, вольтметр стандартный, как стоит на всех модификациях электросамокатов Ultron, и стандартный, последний модификация, бортовой компьютер MS668, который стоит на самокатах, также электросамокатах предыдущих Ultron, синусными контроллерами. То есть, настройки бортового компьютера остаются те же самыми. Ниже, соответственно, у нас с вами идут блок управления полного привода, то есть, включаем эко-режим срабатывает, только катаемся на заднем приводе, при включении вас сингла работают два мотора-колеса. Повторюсь, что самокат идет у нас с вами полноприводный, 6 кВт, то есть, по 3000 Вт на каждое мотор-колесо. Также, кстати, хотелось обратить внимание на подножку, о подножке я вам не сказал ничего, да, то есть, смотрите, какая мощная подножка, то есть, в принципе, опора хорошая, то есть, стоять будет стойка достаточно, она мощная, убирается, клиренс не съедает, то есть, поэтому в этом плане подножка, по мне, тоже достаточно удобная. Кстати, подножка, если не ошибаюсь, она идет с регулировкой, сейчас посмотрим. Да, она регулируется, то есть, ростовку можно регулировать немножко, выпирать, то есть, с помощью этого болта, откручиваю его, можно немножко выдвигать, то есть, и тем самым регулировать, то есть, она вверх, либо вниз. На рулевой части, я обратил внимание, есть, как на Dualtron, кстати, такой крючок, только здесь крепежа нету, посмотрим, как эта система работает. Итак. Итак, друзья, смотрите, обратите внимание, как крючок-крючок у нас с вами идет так мы, да, то есть, соответственно, с помощью вот этого крючка мы подгибаем вот сюда, под опору для ноги, здесь есть такая небольшая расставочка, то есть, да, там разъем, и тем самым у нас с вами самокат фиксируется, и мы можем его поднять. Самокат такой весистый достаточно, сейчас попробуем поставить на весы. 41, ну, практически 42 килограмма. Вот он. Грубо говоря, 42 килограмма, да. Длина самоката 138 сантиметров, клиренс самоката 21 сантиметр, длина дейк 58 сантиметров, ширина дейк 30 сантиметров, высота самоката до курка 139 сантиметров, высота от дейк 112 сантиметров, ширина руля 70 сантиметров. Итак, теперь мы плавно перемещаемся в наш сервисный центр и начинаем разбор этого самоката. Вот мы разобрали самокат, и я скажу так, что меня немножко удивило то, что я сделал ультрон, и сейчас подробно разберем, что именно здесь такого инновационного, можно так сказать. В первую очередь меня поразил контроллер. Контроллер у нас сделан по типу, по башенному типу, то есть состоит из нескольких уровней. Здесь их три. Сейчас покажу. Идет, получается, самый верхний уровень, это управляющая микросхема. Есть средний вот этот вот, где находится блок конденсаторов, питания, все остальное. И уровень с транзисторами, которое напрямую подключено к радиаторам. И таких блока у нас два, которые соединяются вот этой фишкой. Все это находится в одном корпусе вот здесь. Так, и по мощности я не сказал. Вот у нас здесь видно. 60 вольт, 51 вольт не минимальный, и 45 ампер плюс-минус 2 ампера. В принципе, контроллера по мощности такие же, но по виду абсолютно другие. То есть собраны абсолютно на другой архитектуре. И состоят они из таких двух половинок, которые друг друга закрывают. И скручиваются вот этими крышками. Интересная, конечно, конструкция. По проводке здесь уложено, в принципе, ну как по стандарту, ничего тут такого нету. То есть, ну, все провода лежат, как и лежат у других любых самокатов. Чего тут сверхъестественного нет. Батарея у нас находится в таком виде. Батарейка у нас 60 вольт, 32 ампера. Так, по уплотнению. Уплотнение здесь выполнено в таком виде. Это, можно сказать, такой поролон. Такое уплотнение используется на M5 в некоторых местах по деке. Ну, в принципе, ничего плохого не сказать. Здесь же пытались сделать мабиринтное какое-то уплотнение. Но я думаю, что на работу так сильно не будет. Поэтому, я думаю, мы здесь еще дополнительно будем проматывать герметиком. на всякий случай. Из конструктива я, конечно, думал, что будет все гораздо хуже. Но, в принципе, прям так сказать, что все очень плохо, я не скажу. Потому что здесь есть две крышки. Цельная металлическая дека. То есть, вот этот кусок. Это все у нас цельный кусок металла. Вот это вот идет. Который перетекает в основную часть. И здесь вот эти две крышки. Ну, в принципе, они не завязаны. Кроме как вот этого отверстия, которое здесь находится. Здесь выходят провода, питание. С силового кабеля на мотор. Светодиодные ленты. И вот у нас RGB контроллер. К сожалению, здесь вариантов управления нет. Поэтому придется только некоторые каналы запараллеливать. И чтобы горел какой-то из определенных цветов. Давайте перейдем на мотор-колесо. В принципе, стандартное ультронское мотор-колесо. С датчиками холла. 120 градусов. Магниты у нас так же, как и обмотка. Сейчас померим. Это у нас будет 6... 6 сантиметров. 6 сантиметров у нас магниты. Магниты у нас сидят. Что в колесе, если посмотрим? Есть только вот немножко напыление. Но это остатки, скорее всего, влага. То есть это даже не укислококейт. То есть, в принципе, нормальная мотор-колеса. Магниты у нас стоят из двух и один центральный. Вот такой соединительный. Итак, что у нас еще из интересного здесь? Меня вот смутил один момент в подвеске. Потому что там используются винты. То есть, нашу подвеску держит вот такой винт. Ну, честно сказать, что я немножко переживаю за целостность этой подвески. Сейчас попробую снять ее. Посмотреть, что с ней не так. Ну, видимо, зря я переживал. Потому что, посмотрим сюда. Вот здесь находится вот такая втулка. То есть, вот эта вот часть, она заходит в рычаг. То есть, вот этот винт крайний, он просто ее фиксирует. Он не несет на себе прямую нагрузку. И здесь у нас, получается, в вилке такая же система. Входит втулка. Вот она. Здесь внутри стоит подшипник. И вторая часть, которая просто стягивается, можно сказать. Поэтому, в принципе, система интересная. Интересная, потому что основную часть набирает в себе рычаги. Ну, и рычаг такой, кстати. Не сказать, что ее сильный монолит. Нету здесь такой эмунстрозности, как 128-го, где там кусок металла такой жирный. Здесь просто такая вот отливка небольшая. Что мне еще нравится в нынешней конструкции ультрона? От чего они избавились? Это от вечно сущего провода, который постоянно забирает воду вовнутрь деки. Они его вывели через вот это отверстие. Теперь, чтобы в воде попасть, даже если она будет стекать, она просто будет стекать в крышку и убегать через вот эти нижние отверстия. И не будет напрямую попадать в деку. То есть, в плане гидроизоляции здесь все гораздо лучше. Минимизированное количество отверстий. В деке два отверстия здесь. Одно отверстие под контроллера. И вот это место под контроллера, оно полностью закрыто. И, ну, как-то откуда-то другого места здесь нет куда в воде попраться. Опять же, если только вы не утопите, либо уже не зальете порты, их замкнет. Ну, это мелочи, можно сказать. То есть, основная часть, именно электроника, которая, ну, силовая часть, она защищена здесь вообще отлично. Конечно, ультрон меня поражает. Я немножко, конечно, другого мнения был, потому что, вроде бы, ну, первая модель, даже опытная, сырая. Ну, на самом деле, здесь все продумано хорошо, и я даже впечатлен. Мне, вот, понравился данный аппарат. Еще момент с тормозами. В чем плюс? Вот это вот банджи болт. Раньше была такая проблема с то, что, ну, и в некоторых тоже самокатах, что у них вот эта трубка, она просто изламывалась. Из-за того, что у нее не было вот этого свободного хода. Она постоянно гнулась вот здесь. Ну, и рано или поздно он просто рвался, и тормоза у нас пропадали. Они решили этот вопрос при помощи вот этого банджи болта. Сейчас у него есть свободный ход, как бы, и я думаю, что эта проблема уйдет. Ну, сама машинка тормозная, она, точнее, калипер, остался такой же. Ну, в принципе, я думаю, что на эту мощность ему будет достаточно. В любом случае, если вы захотите, можно будет доустановить что-нибудь помощнее. Ну что, друзья, сейчас попробуем покататься. На улице, конечно, сейчас слякотно, скользко, поэтому мы на улице не будем сейчас выезжать. Мы решили, что заснимем отдельное видео по поводу покатушек на этом самокате. Замеры скорости, не знаю, конечно, тоже постараемся, но сами знаете, какие погодные условия впереди будут. Вот, ну, пока покатаемся здесь у нас в торговом центре, по коридору чуть-чуть. Просто поделимся какими-то эмоциями, впечатлениями чуть-чуть. Ну, и сами посмотрите со стороны данного самоката немножко. Поехали. Слушайте, вот, кстати, вот нога, вот ставишь ногу, ноге достаточно комфортно. Вот, с точки зрения угол наклона. Конечно, все прелести не ощутишь здесь на нем, потому что хочется поднажать, но здесь не поднажмешь. Хочется на улицу выехать, но хотя пока испробуем здесь. Просто как он едет. Ну, Тиговица, конечно, здесь зашкаливается, то с точки зрения его езды это огонь. Ну что, попробуем? Запас, запас, как говорится, здесь более чем. Поэтому короткого пути не хватает для разгона. Хочется еще наваливать и наваливать. Кстати, ну, вот что могу сказать, подвеска вообще сказочная. И держит прям вот. Нет, самокат огонь. Даже вот сейчас пока я понятное дело, что не могу скорости разогнать там все. Но вот подвеска, все, вот держать баланс, все супер вообще. И, кстати, хочу забежать наперед. Многие клиенты у нас спрашивают, почему у нас на электросамокаты Ультрон цены ниже, чем в среднем по рынку, скажем так. То есть объясню все вкратце, что мы являемся прямыми поставщиками данных самокатов с завода именно Китая Ультрон, без каких-либо посредников. Поэтому имеем такую возможность предоставить для вас, наши дорогие друзья, самокаты по очень выгодным условиям. Самые последние модификации, самые последние новинки. Вы можете купить в нашем магазине на любых условиях, как и кредит, так и в рассрочку, так и оплатить карты. И любыми методами и способами отправляем по всей России. Поэтому на рынке электроустройств мы уже, электротранспорт мы уже давно, с 2014 года. Поэтому у нас покупает, покупаете безопасно. Поэтому не переживайте, если так обратить внимание. У нас сейчас здесь небольшой такой ремонт идет, и электросамокат Ультрон. Разные модели у нас представлены. И Ультрон Т10, модификация 2.1. Ультрон Т11, версия 4, с подшипником задним, да, то есть обновленная модификация. Ультрон Т10, версия 3, последняя модификация с синусным контроллером. Ультрон Т108, Ультрон Т103. Ультрон Т108, модификация версия 3.1. Ультрон Т118, версия 3.1. Ультрон Т128, версия 3.1. То есть самая последняя модификация и самые низкие цены, и все оригинал. Поэтому, друзья, повторюсь, приезжайте, смотрите, все оригинальное, прямые поставки, поэтому и низкая цена. Поэтому, друзья, приезжайте в гости. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с новым самокатом от завода Ультрон. Икс-3, полноприводный, новый, мощный зверь в рядах электросамокатов. Скажите, пожалуйста, свое мнение, оставьте свои комментарии, поддержите нас, пожалуйста, своим лайком. И, конечно же, надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что снимаем специально для вас новинки и вообще, в принципе, любые электроустройства. Поэтому всем спасибо за внимание. С вами был Станислав. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...